Турецкий язык. Урок номер двадцать восемь. Настоящее время официальное. Щемлики заман. Ресми. Сегодня мы рассмотрим небольшую тему про настоящее время официальное в турецком языке. Это отдельное время от простого настоящего времени. Настоящее время официальное применяется в официальной лексике. Используется в газетах, на телевидении, в литературе и в официальной лексике. Это время схоже с простым настоящим временем. И оно объясняет действия непрерывного процесса, которые начались какое-то время назад и продолжаются. В разговорном турецком языке практически не употребляют настоящее время официальное, если только между людьми очень сильно официальные отношения. Может быть только тогда можно применять. Но все равно, когда вы будете смотреть телевидение или читать газеты, читать какие-то официальные источники информации, отчеты, то вы будете сталкиваться с этим временем. И поэтому вы должны его знать. Аффикс настоящего времени официального имеет два варианта по большой гармонии гласных. Макта и Мекте. Если в последнем слоге глагола у нас стоит гласное А, Ы, О или У, значит мы используем аффикс Макта. И если у нас идут буковки Э, И, Ы, Ы, То используем аффикс Мекте. Схема стандартная, как всегда, для всех глаголов и для всех времен. Корень или основа глагола у нас присоединяется к аффиксу настоящего времени официального. И потом добавляем личный аффикс. Чтобы было понятнее, посмотрим на примере глаголов. Например, глагол Курмак создавать. Добавляем аффикс настоящего времени официального и потом личный аффикс. И получаем Курмактайм я создаю. Курмактасен ты создаешь. Курмакта он или она создает. Курмактайс мы создаем. Курмактасенес вы создаёте. Курмакталар они создают. Или просто Курмактабизлар тоже можно использовать, как и в других временах. И теперь с мягкой гласной глагол возьмём. Например, юзмек плавать. Юзмектеим я плаваю. Юзмектесин ты плаваешь. Юзмекте он или она плавает. Юзмектеис мы плаваем. Юзмектесенес вы плаваете. И юзмектелер они плавают. Здесь точно так же, как и в других временах, первое лицо, единственное множество числа. Между личным аффиксом и аффиксом в настоящее время официальным у нас добавляется соединительная частица Е. Так как аффикс заканчивается на гласную и личный аффикс тоже начинается на гласную, между двумя гласами обязательно ставим соединительную частицу. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов ма и ме, которые присоединяются к корню или к основе глагола, так же, как и в обычном настоящем времени, и в широком времени, и в других временах. То есть у нас идет корень или основа глагола, потом отрицательный аффикс ма-ме, потом добавляем аффикс настоящего времени официального макта или мекте и личный аффикс. Смотрим на примерах. Глагол у нас язмамак, язмак писать, ну язмамак значит не писать. И добавляем аффикс настоящего времени официального и плюс личные аффиксы. Язмамактаем, я не пишу. Язмамактасен, ты не пишешь. Язмамакта, он или она не пишет. Язмамактаис, мы не пишем. Язмамактасенес, вы не пишете. Язмамакталар, они не пишут. Или просто язмамакта, тоже можно для множественных числа использовать. Вермемек не давать или не отдавать. Вермемектеим, я не даю. Вермемектесен, ты не даешь. Вермемекте, он или она не дает. Вермемектейс, мы не даем. Вермемектесенес, вы не даете. Вермемектелер, они не дают. И переходим к вопросительной форме. Она у нас образуется при помощи вопросительной частицы мы и ми, как и в других временах. Схема, как и всегда, корень или основа глагола идет, потом аффикс времени. Потом мы пропускаем пробел и уже вопросительная частица плюс личный аффикс. Это не забываем, что пишется раздельно. Например, глагол сатмак. Сатмактамы им, я продаю. Сатмактамы сын, ты продаешь. Сатмактамы, он или она продает. Сатмактамы из, мы продаем. Сатмактамы сын, вы продаете. Сатмакталар, мы, они продают. Здесь не забываем, что в третьем лице множество числа. Мы сначала ставим личный аффикс, лар, присоединяем его к глаголу. И только после этого уже вопросительная частица. Так мы делали и в других временах. Это уже нужно просто запомнить. И для всех следующих времен это будет всегда повторяться одинаково. И попробуем вопросительную форму, но в отрицательной форме. Гюрмямектемии. Я не вижу. Гюрмямектеми сын, ты не видишь. Гюрмямектеми, он или она не видит. Гюрмямектеми из, мы не видим. Гюрмямектеми сын, вы не видите. Они не видят. Здесь тоже лер, ставим сначала глагол, а потом уже в опросительную частицу. Сейчас я подготавливаю отчет. Вот смотрите, здесь мы можем использовать и просто обычное настоящее время, у которого аффикс у нас your и сказать «шуан рапор хазырлёру». Какое отличие? Настоящее время официальное, оно охватывает процесс действия. И самое главное отличие его, что если мы используем это время, это значит, что действие обязательно уже началось и проходит процесс его исполнения этого действия. То есть он еще не закончен. Точно начат, но еще не закончен, он продолжает это действие. Когда же мы говорим «просто», «обычное настоящее время», «шуан рапор хазырлёру», сама логика этого глагола – действие, которое совершается именно в тот момент. А вот «хазырла мактайм» – это понятно, что я начал уже готовить этот отчет и сейчас именно этим действием я занимаюсь. И еще его не закончил. То есть я продолжаю заниматься именно этим действием. То есть логика этого времени именно такая. Начат процесс, он продолжается и он еще не закончен. Но, конечно, когда мы будем переводить на русский язык, здесь без всякой логики у нас будет всегда одинаково. «Шуан рапор хазырла мактайм». «Сейчас я подготавливаю отчет» и «шуан рапор хазырлёру» тоже будет переводиться как «сейчас я подготавливаю отчет». То есть разницы не будет. Но вот в турецком есть разница в смысле. Или, например, «я не бирж роман язмактайм». «Я пишу новый роман». То есть когда я говорю, что я пишу новый роман, для человека понятно, когда я использую «язмактайм», что я уже начал писать его. И сейчас какое-то время определенное этот процесс продолжается. То есть я занимаюсь тем, что я сейчас его пишу, продолжаю писать. Еще один пример. «Ся не мирак этмектейс». «Нердесен, вене яп мактасен». «Мы переживаем за тебя, где ты и чем занимаешься». Здесь, смотрите, есть вопросительная форма, но так как у нас есть слова-вопросы, то есть «нердесен», «где» и «не», «что» делаешь, поэтому мы не ставим никаких вопросительных частиц «мы» или «ми», чтобы было понятно. «Мирак этмек» по-турецки это обозначает интересоваться, любопытствовать. Но когда говорят о ком-то, о людях, это правильнее перевести на русский язык, что мы волнуемся за тебя или переживаем за тебя. И что мы здесь хотим сказать? Мы здесь хотим сказать, что мы начали за тебя волноваться и какое-то время уже продолжаем. То есть процесс нашего переживания, он продолжается как раз до того момента, пока ты нам не ответишь. То есть мы здесь как раз и спрашиваем вопрос для того, чтобы получить на него ответ и перестать переживать. И когда спрашиваем «не яп мактасен», то есть хотим узнать, человека, например, не видели долго какое-то время или не знаем вообще, чем человек занимается, и спрашиваем «не яп мактасен», то есть чем ты занимаешься, вот там последний какой-то промежуток, отрезок твоего времени. Не в данный момент, чем ты занят, там смотришь телевизор или пьешь чай, а именно в последнее время, чем ты занимаешься. «Сени меракет мектейс, нерде сын, ли не яп мактасен». Теперь посмотрим еще варианты. Есть такое, что это время используется, как я уже говорил, в официальной лексике. Например, в любых отчетах, статьях, в научных каких-то работах. Это время, настоящее время официально, оно очень часто используется. Я взял небольшой отрывок из Википедии про Александра Сергеевича Пушкина. Вот на турецком, как там пишут. «Александр Сергеевич Пушкин русский поэт и писатель, признан величайшим русским поэтом и создателем русской литературы». На самом деле, в русской Википедии пишут, что он признан создателем современного русского литературного языка. Но, видать, когда переводили на турецкий язык, кто переводил, я не знаю, решил сократить. И получилось, что Пушкин создатель русской литературы. Но я здесь перевел так, как есть, чтобы вас не запутывать. В данном параграфе мы смотрим, что у нас есть глагол «кабуль-гёрмяк», и «кабуль-гёрмяк-те», именно он стоит в настоящем времени официальном, перевести на русский, как «признается», ну, «признан». Если дословно переводить этот параграф с турецкого, смотрите, «бирчок киши тарафандан» со стороны многих людей, «энбюк», «рус шаэри», «величайший русский поэт», «ве» и «рус эдебиатынын куруджусу», создатель русской литературы, «кабуль-гёрмяк-те», «кабуль-гёрмяк-те», «признается», то есть «признается» со стороны многих людей. Но, чтобы грамотно перевести на русский, мы переводим «признан» величайшим русским поэтом и создателем русской литературы. Вот Википедия очень любит в настоящее время официальное, то есть во всех статьях практически можно встретить глаголы в этом времени. Еще могут быть предложения, например, «дюнянын нюфусу, хэргюн, вьюмек-те», «население земли с каждым днем растет». Это когда мы утверждаем какой-нибудь факт, можно использовать в настоящее время официальное. «Дюнянын нюфусу, хэргюн, вьюмек-те». Или, опять же, факт, о котором мы хотим сказать. «Бразильцы разговаривают на португальском». Мы просто говорим о факте, о том, что бразильцы разговаривают на португальском. И последний пример. Здесь такую маленькую разницу между настоящим временем обычным, который на йор, и настоящим временем официальным. Вот смотрите. Как мы знаем, что настоящим временем на йор, мы можем говорить о действиях, которые мы собираемся совершить в будущем. Например, «ярым саат сонра гель йорум» можно перевести как «через полчаса я приду», или «через полчаса я иду», или вообще, если правильно на русский, «через полчаса я буду». Нужно перевести. Вот здесь мы можем использовать простое настоящее время, когда мы говорим о каком-то будущем действии. Но вот это предложение «ярым саат сонра гельмек-теим» мы не можем так сказать. Почему? Потому что настоящее время официальное, как я уже говорил, всегда обозначает, что процесс уже начат, и он продолжается. Так как это действие будет совершено только через полчаса, значит, оно еще сейчас не началось, это действие. И поэтому в данном случае мы не можем использовать в настоящее время официальное. На этом все. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»